МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие здесь проблемы консультирования могут быть? Потому что обычно, к сожалению, мы разговаривали с людьми, в спид-центрах как-то на консультирование внимания не уделяют. Врач обычно назначает препарат, говорит, тогда-то принимать, и все, и человек отпускает. Понимаете? То есть, к сожалению, мы знаем, что есть спид-центры, где к этому относятся достаточно так серьезно, но, видимо, у нас сейчас пока эта работа только налаживается. И замечательно, что сейчас хотя бы начала налаживаться. Вопрос, да. У меня вопрос, больше, может, комментарий к вашему стороне. Может, по поводу консультирования, что Саша говорил, эту проблему, кто понимает, это те, которые переболеют. Или болеют тоже. Ну да. Хорошая доступка. Ну, понимаете, здесь по отношению с алкоголиками какая вещь? То, что человек бывший алкоголик, бывший наркоман, да у нас как-то стигмы в обществе нет. Что такое стигма? Это клеймо. Он же бывший, наоборот, сейчас к нему отношение в плюсе. Он же бросил, он молодец, восстановился. А вот ВИЧ-инфицированный человек, вообще у нас даже есть закон, за разглашение статуса человека без его согласия идет уголовная ответственность. Такой закон есть. То есть, эти скажут про тебя, ну вот бывший алкоголик, ну да, бывшая что? Ну, сейчас же нормально. Наоборот, в плюсе, и в церкви в плюсе, меня воспринимают. А ты скажешь про него, что вот этот человек носитель ВИЧ? Совсем соглашусь. Вы можете не соглашаться, но мы говорим, что есть на самом деле. И поэтому выискивать специально ВИЧ-инфицированных, чтобы они помогали другим ВИЧ-инфицированных, значит, человек имеет право свой статус не разглашать. Если он сам захочет, замечательно, не захочет, он не захочет. Но помочь ему может лучше тот, который знает эту проблему. Да, с этим мы не спорим. Но мы, как консультанты, мы должны знать это, что сказать и как человека провести. Наташа. Вот у меня вопрос, ну вы, может быть, будете дальше говорить об этом. Вот смотрите, живет человек 20 лет со СПИДом, да? Ну, слава богу, живет. У него есть жена. Ну, с ВИЧ. У него есть жена. Вы приводили статистику, что за три года заражается четверть, по-моему, супругов. Да. Ну вот мы берем абстрактного такого человека. И за 10 лет 100% супругов оба ВИЧ-носители. Вот, теперь, это же хорошо, если это правильный такой человек, и он живет с одной женой своей, а не ходит налево, направо, там, детей размножает. То есть, насколько вообще, ну, оправдана эта терапия с этой точки зрения? Вот понимаете, мы будем консультировать этих людей, продлевать им жизнь, они будут жить совершенно на своей жизни, в сеть разумная, добрая, вечная. Как вы решаете эту проблему? Ну, во-первых, мы говорили о том, что пятый компонент, это доминирующий компонент. Духовный. Духовный. То есть, нужно изменить поведение человека, самое Ну, а если оно не меняется, то стоит ему помощь эту указывать, пусть живет и заразу носит. Ну, споры об автаназии идут уже очень давно. Нет, ну, это не автаназия, правда. Ну, отказывать человеку в лечении, это получается... Нет, я не говорю отказывать человеку в лечении. Насколько этичечный. Насколько это этичный. Мы этот вопрос обязательно откроем, потому что этот вопрос всегда возникает, мы об этом поговорим. И по поводу дискордантных пар, где один ВИЧ-инфицированный и другой не ВИЧ-инфицированный, мы тоже... Понимаете, этот вопрос сейчас там настолько насущно стоит в церквях, сейчас этот вопрос стоит, и часто... Потому что люди начинают умирать. ...священнослужители не знают, что с этим делать. Понимаете? Люди умирают от СПИДа, вот от всех этих сопутствующих заболеваний. Потому что они просто не имели информации. Люди вступают в брак, там идет одно из двух, две крайности. А, давайте, вы самому верьте, молитесь, все нормально будет. Или другая крайность, ни в коем случае нельзя, мы вас оцеплят лучем. Это две крайности, они обе недопустимы. Понимаете? То есть мы сейчас об этом тоже поговорим. Как человек берет на себя ответственность за то, что он живет с ВИЧ. И как мы можем ему это помочь сделать. Уголодная ответственность статья у нас есть. Если ты знаешь, что ты ВИЧ-инфицированный, тем не менее, ведешь рискованный образ жизни, у нас есть статья. Вот как бы сразу, чтобы вот это... Мы об этом поговорим. О чем же? Что именно? Слушайте, говорить нельзя. Будем об этом говорить. Почему мы не имеем права так говорить? А ей нельзя. А ей нельзя что? Нельзя жениться. А если женат, то не заспать или что? Об этом тоже поговорим. Это все вопросы, которые... Они все настолько насущны. Раз вы западете... Женщина собиралась кормить ребенка. Она ВИЧ-положительная женщина. Собиралась ребенка кормить. То есть пастор ей сказал, ты должна сделать шаг веры. И ребенка кормить груди. И мне... Консультант спецента сказал, если ты это сделаешь, я подам на тебя в суд, потому что ты знаешь, что ты ВИЧ-положительная, ты передаешь ВИЧ, заражаешь сознательно своего ребенка. Это уголовное наказание. И она вот этим своим жесткими действиями нас... Она пресекла распространение ВИЧ дальше. То есть это реальная ситуация в реальной церкви с реальными людьми, у которых мы были в гостях. Понимаете? То есть для того, чтобы... Ну зачем нам доводить до того, чтобы консультант... То есть если это сделаешь ты, то не сделаешь ты, это сделаю я. Это сделаю я. Ребенка надо спасать. Ты уголовница будешь. Раз ты знаешь, что это ВИЧ-инфекция, будешь кормить ребенка грудью. И консультант поступила правильно. Понимаете? То есть вот эти вещи... Но лучше, если бы это сказал священнослужитель. Согласитесь. Консультант не Хрисанин? Нет. Нет. Понимаете? То есть и получается определенное пятно на вот данной конкретной церкви. Согласитесь. Понимаете? Это конкретное пятно. И вот для того, чтобы таких пятен было меньше, нам нужно с вами как-то вот, ну здраво смотреть на этот вопрос, который действительно сейчас всплыл в нашей стране. Действительно. В нашей действительности. Итак. Мы все еще говорим об РТ. То есть проблема консультирования возникает здесь, человек не понимает работу этих всех вот пригоршних таблеток. Для чего это все надо? То есть когда к вам человек приходит, вот мультик покажете этот, объясните на пальцах, да? Вот эти незнакомые слова непонятные, объясните, что это такое, да? Вот как детишкам маленьким. Покажет эти бои CD4, чтобы он реально понял, что это ему надо. Понял эти лекарства. Второе, что нужно сделать на консультирование обязательно. Строго соблюдения правил и целеустремленности. То есть принимать лекарства строго по расписанию. Причем строго до конца жизни. Не прекращать даже, когда вы начинаете себя лучше чувствовать. Потому что очень часто человек говорит, ну все, у меня SD4, во какой. Я себя хорошо чувствую. А вирус вообще не вычисляется, не показывается. То есть нагрузка очень низкая. Все, не надо мне больше РТ. Ваша задача сказать, ни в коем случае. Это у тебя будет соблазн. Он обязательно будет. У всех он бывает соблазн. Не надо этого делать. Нельзя прекращать. Даже один раз прекратить прием. Ты уже практически себя пропустил. Возникает резистентность вируса, и ты уже выходишь на вторую линию. Вот с этой тачкой лекарства. У тебя есть риск выйти на вторую линию. Зачем тебе это надо? Объяснить стоимость, которую придется платить. То есть заранее все обговариваете. Вот. Например, нам задают такой вопрос. Нужно ли говорить, скажем, о своем, будем об этом подробно говорить вот в поведенческом компоненте, ну раз мы задали такой вопрос. Нужно ли говорить об этом родителям, например, да? Мы говорим, ну понимаете, вот обязательно нужно сказать родителям. Потому что если даже взять среднюю вот эту статистику по нашей стране 10-15 лет. 15 лет. У вас растет ребенок. Настанет время, когда вы перейдете в стадию уже терминальную, стадию спида. Кто будет заботиться об этом ребенке? А кто о вас будет заботиться, пока вы не умрете? Это очень серьезная стадия заболевания. Ваш ребенок 15-летний? Или же вы это прикладываете на плечи родителям? То есть, как бы, вот эти все вещи нужно четко-четко в консультировании заранее проговаривать, чтобы люди как бы заранее это все понимали. Да? Влияние самих лекарств на образ жизни. То есть, возможно, ухудшение здоровья. В связи с этим придется какое-то время там на работу не ходить. Потом будет улучшение здоровья. Покажется все, я могу опять вести себя как хочу. Нет. Диагноз поставлен. Надо идти. Живите соответственно с этим, да. Необходимость отслеживать эффективность лекарств в побочные эффекты. То есть, ну... Чтобы определить наибольшую эффективность работы лекарств, постоянно отслеживать. Да. Такой-то день. Я чувствовал утром себя так, днем так, тут так, после приема так, на следующий день вот так, чтобы... Понимаете, потому что врач это может не сказать, потому что, действительно, сейчас спеццентры захлебываются некоторые. Вот. Поэтому мы не знаем, какая будет ситуация. Поэтому давайте сами возьмите ответственность за вот свое состояние. Чтобы потом вы пришли к тому же самому врачу с какими-то определенными данными. Ну и убедиться в том, чтобы пациент понял вот эту всю информацию. Принял, пропустил через себя. Вот. То есть вот в консультировании вот эти вещи, конечно, нужно нам понимать. Ну и консультирование до начала приема АРВ, что должно в себя включать. Опять, получить базовую информацию. Вот эту всю базовую информацию, как работает, почему работает. Лучше, если от врача. В идеале от врача. Но, как мы видим, с вами идеал может не быть. Поэтому, если вы берете на себя роль консультанта, человек, который владеет какой-то информацией, доведите эту информацию до них. Получить всю информацию до того, как ему выпишут рецепт. То есть он должен уже идти сознательно к врачу, зная, что он готов применять, готов это до конца жизни и по часам. Потому что часто как бывает? Человеку выписали рецепт, а он не знает, что с ним делать. Он покупает лекарства, потом начинает пить, а потом он не знает, как они действуют, что происходит. То есть вся информация должна быть до. Вот это вот тоже нужно понимать. Ну, чтобы это помогло ему принять сознательное решение. Не то, что там его заставили, потом он говорит, ну, я вынужден был, у меня выбора не было. То есть он сознательно сам принимает решение. Вообще, наверное, в России у нас, я думаю, очень часто такие вещи происходят, когда врач, даже хороший специалист, хороший доктор, и он просто не дает консультации, а выписывает рецепт и говорит, принимай. Хочешь жить, допустим, принимай, и все. И я столкнулся лично с таким же. И вот вывод конкретный сделал. Если бы мне дали хотя бы 5-минутное консультирование, я бы принимал все то, что было, и результат был... Вот поэтому говорю, ниша незаполненная. А я его не принимал, потому что не было. Я не понимал важности. Ниша незаполненная. Мы с вами призваны заботиться о человеческой души и жизни здесь на Земле. Но я этим заполнен. Наверное, все эти принципы относятся не только к ВИЧ и СПИДу, а к любым другим заболеваниям. Конечно, конечно. Ну, видите как, так вот получилось, что Бог нас поставил на вот это служение. То есть это информация мы владеем. Может быть, мы не владеем информацией по сахарному диабету. Но там больше специалистов по сахарному диабету, которые дают консультации, наверное. Потому что это интересно. Знаете, такую статистику мы однажды прочитали. У нас в стране 22 тысячи человек погибло от терактов. И у нас больше тысячи специалистов, психологов, которые заняты проблемой восстановлением после терактов. И у нас умерли уже миллионы от ВИЧ. От СПИДа. Миллионы уже умерли. И всего лишь у нас 500 специалистов, врачей, которые... Причем, по-моему, две трети из них по совместительству работают в спеццентрах. Представляете, вот заставьте, 22 тысячи... Тысячи человек. Тысячи человек, которые... И на психологов, мы там не говорим про врачей, и миллионы, и всего 500 по совместительству. Как бы вообще страшные вещи происходят. Но мы думаем, что постепенно это будет меняться. Конечно, отношения, и мы видим, что оно меняется. Но как долго будет меняться? Пока ниши не заполнены. Давайте как-то поможем людям. Поддержка. То есть потребители наркотиков, они могут принять такое решение, что будут применять эту антиретровирусную терапию, но они не могут сразу изменить свой образ жизни. Тут же прям переключиться. Нужна помощь поддержки. Но мы хотим предупредить вас, что у нас в стране есть закон, что если врач узнает о том, что человек, который начал принимать АРТ, употреблять наркотики, ему АРТ больше не прописывают. То есть наркозависимым АРТ не дается. Поэтому вот сейчас идут вообще дебаты на эту тему. Надо или нет? Надо или нет? Хорошо это или плохо? В Европе там есть такое понятие, как заместительная терапия. То есть наркопотребителям дают другие препараты. Другие наркотики, более легкие, которые также действуют на сознание. Но которые не воздействуют на прием АРТ. У нас этого нет. У нас жестко. Раз ты наркоман, значит ты жить не хочешь, значит нечего на тебя тратить государственные деньги. То есть это конкретная у нас установка. То есть вы об этом тоже должны знать. То есть это как бы мы доводим до вашей сведения вот эту информацию, чтобы она для вас не была таким сюрпризом. Этим наркоманам может потребоваться прекратить прием наркотиков, прежде чем они получат предписание врача. Потому что мы говорили, что если врач узнает об этом, он в нашей стране прекращает выдачу этих лекарств. И это может быть как раз стимул к тому, чтобы прекратить наркотики применять. Кстати, мы знаем несколько человек уже есть в нашем опыте, что вот именно люди бросили употреблять наркотики именно после того, когда узнали, что их диагноз ВИЧ. Перед этим были несколько раз в центрах, убегали из реабилитационных центров, опять садились на иглу. И как только выяснялось, что у них ВИЧ-инфекция, что очень высокая вирусная нагрузка, причем, знаете, показывали подобные фильмы, мультики, то есть конкретно показали, к чему это приводит. То есть люди осознавали, вы знаете, вот как будто рукой снимала наркозависимость. Мы знаем реальные ситуации. Мы знаем, уже несколько человек подобные ситуации. И это мы считаем, это удивительно мудрые были консультанты. Это, наверное, эти люди просто сразу переходили, начали возрастать духовные. Естественно, и сразу пошел духовный рост. На одном страхе миллионы примеров вокруг меня, я знаю, что люди боятся, у людей и гепатит, и ВИЧ, и все, и они просто, ты можешь только о чем я делаю, я буду колоться. Нет, мы поэтому говорим, что там была очень мудрая работа консультантов. Вот мы когда придем к духовному компоненту, вот как важно консультанту вот этот компонент донести, чтобы человека вот заматерировать. Изменить поведение. Изменить поведение. Это, конечно, во многом зависит от консультанта. Итак, проблема вот этой приверженности. Почему? Потому что принимать нужно лекарства строго по расписанию, строго по часам. О чем мы уже говорили, да. Потребители инъекционных наркотиков, у них есть проблема соблюдения, придержаться определенного времени, регулярно посещать врача, определенные диеты. То есть, в общем, понимаете, мы понимаем, в общем-то, наши законы, почему вот наркопотребителям отказывают. Ну, то есть, можно сказать, что они негуманные, но, в общем, логически они объяснимые. Может быть, даже вот они как раз состыкуются с вопросом Наташи. Вот логически, по-человечески мы можем объяснить это, но согласитесь, что это негуманно. Наркоманы тоже хотят жить. Потому что там строится на чем? Раз принимаете наркотики, значит, жить не хочет. Поэтому, чего его лечить? Это неправда. Они хотят жить. Но это философия. Но это философия, как считается. ТВ-семинария благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарии.com Ну и, наконец, последнее. Антиретровирусная терапия может иметь значительные и замечательные результаты, улучшая качество жизни и длительность самой жизни. Просто лекарства должны приниматься регулярно, в правильное время, в течение всей жизни, до конца. Но знать, что имеются побочные эффекты, находиться под наблюдением врачам. Лучше команды даже врачей. И принимать АРТ в поддержке людей, которые находятся рядом с ним. То есть, и семья понимает, почему это необходимо, и друзья, если они об этом знают. Инсультанты, конечно, в идеале. Так, ну вот, как бы основные такие моменты по АРТ. Вот здесь вот мы закончили с вами блок когнитивный. Помните, мы говорили, первый блок – это информация. Вот, теперь мы уже от информации, так сказать, от теории будем постепенно идти на практику. Что теперь с этим делать, как с этим жить, да, и как помогать людям. Вот пока вопросы. Или у вас вопросы больше по практике идут? Что с этим делать? Остается в практический. У меня, как всегда, вопрос практический. Ага. Ну, все тот же. То есть, команда врачей, консультант, психолог, друзья, семья на одного такого человека. Ну, и дальше, что ж, что ж с ним делать? В смысле? Ну, вот, продлили жизнь, хорошо он живет, прекрасно себя чувствует. А, если у нас, да, вот в пятом блоке у нас разрыв, что тогда делать? Ну, не хочет человек жить в духовной жизни, хочет потреблять лекарства, помощь, и продолжать вести дальнейший свой образ жизни. Как вы поступаете в таких ситуациях? Убить его. То есть, он прекрасно все осознал, он пьет все таблеточки, нормально следит за своим здоровьем, но... Ну, это, наверное, ответ в Библии. Нет правильного ни одного. Нет, вы что делаете в такой ситуации? Ну, если честно, у нас никаких ситуаций не было. Как-то человек, наоборот, когда получает такой диагноз, он начинает особенно ценить жизнь. Оставшуюся жизнь. Ну, может быть, те, кто к нам приходил. То есть, понятно, что на консультацию придут люди, которые осознали ценность жизни. Понятно, если человек ценность жизни не осознал, он не пойдет к вам на консультацию. Понимаете? И мы поэтому говорим в идеале, что вот эту консультацию духовную, в том числе, врач тоже давал. Он может пойти к врачу, и чтобы врач ему сказал о том, что нужно менять образ жизни. Это в идеале. Но, опять же, то, что нет правильного ни одного отказывать в поддержке мы не имеем права никому. Это, опять, это наша позиция. Но, вот как-то конкретный консультант сказала, если ты это сделаешь, я на тебя заведу уголовное дело. То есть, с одной надо будет оказывать помощь, с другой стороны будет жестко, если мы видим конкретное проявление греха, которое... Нарушение закона. Да, нарушает закон. То есть, только бы в 12 шагах проработаем анонимных алкоголиков, когда первый шаг это признать, что у тебя проблемы. Пока человек, это, наверное, если здесь больной ВИЧ, пока он не признает, что у него проблемы, ему тяжело доносить. Причем не только ВИЧ. Ему тяжело доносить. И он будет из-под палки, в принципе, и никто не из-за этого. Ну, вот дальше, значит, когнитивный компонент мы закончили. Мы сейчас с вами все переходим на рефлексии. Все идем туда. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok